космическая отрасль это фокус который объединяет себе все и менеджмент и научный потенциал и руки из парк станко строительного или какого-то еще там оборудование которые производят какие-то тонкие детали и электронику и поскольку эта система комплексная а стоит дать сбой в каком-то одном узле будь то электроника или будь то не докрученная на два оборота гайка или будь то короткое замыкание в голове какого-то конкретного программиста то результат получается вот такой так что мне представляется что со ситуация с протоном это даже не проблема роскосмоса или не только роскосмоса это проблема того что та модель государственного научного военного сотрудничества которое существовало в россии 50 лет назад и не изменилась практически до сего момента просто исчерпала себя потому что слишком много компонентов слишком сложная система и слишком на живую нитку вовсе в каждой из этих систем решена проблема какая-нибудь одна ниточка лопается в результате вся система рушится можно сколько угодно ругать роскосмос или инженеров или техников или программистов но результат налицо он как бы интегральный и точно так же мы можем сказать что протон и скажем неэффективность академии наук это частное проявление глубокой неэффективности всей организации нашего быта нашей промышленности нашей системы жизни скажем так вот нельзя выделить какое-то одно звено и сказать вот здесь была ошибка давайте его и исправим через неделю у вас будет ошибка в другом месте а через месяц у вас разойдутся рельсы на электричке которые подвозят это самые части этой ракеты на космодром или прольется этот гептил или запьет какой-нибудь техник который в нужный момент должен быть в нужном месте и прорвется когда система сама внутри вся ненормальная где-нибудь да обязательно что-нибудь лопнет так что протон это естественное следствие десятилетиями накопившихся проблем которые не решались не решались не решались и не будут решаться а Продолжение следует...